Не перевелись нарушители в нашем городе, а значит, Балаковский репортер продолжает совместные рейды с сотрудниками ГИБДД. Итак, даем лайфхак, как стать героем нашего выпуска на примере пьяного водителя. Герой этого ролика принял водочки, наверное, для аппетита, дело было как раз в обеденное время, а чтобы никуда не опоздать, сел за руль. В районе администрации его попросили остановиться инспекторы ДПС, но не тут-то было. Товарищ дал ускорение своей десятке и вмиг оказался у дома по улице Тарнавской, 11, где, видимо, решил прикинуться пешеходам. Хитрый план сотрудники ГИБДД раскусили. Ну покаялся я уже, покаялся, ну что теперь, ну сделал я ошибку, ну что теперь? Понятно, ну вы же понимаете, все. Да, конечно, я все прекрасно понимаю. Много проехали-то? Нет, с администрацией удалось. Ну а что-то кран-то, вроде, или совчера у вас? Ну, получилось так. Выяснилось, что убегал нарушитель не зря, поскольку уже лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду. Да и в этот раз он в норматив не уложился. 0,79, видели? Допустимо, 0,16. Наказание за такое нарушение может последовать весьма жестко. В ходе проведения профилактического рейда сотрудникам ДПС был остановлен автомобиль за нарушение правил дорожного движения, но водитель, проигнорировав закон требований сотрудника ДПС, продолжил движение. После кратковременного преследования данного нарушителя водитель был задержан в районе дома 11 по улице Тарнацкой. В ходе проверки документов было установлено, что водитель ранее лишен права управления за управлением транспортных средств в состоянии опьянения. И также было выявлено, что он управлял автомобильным в состоянии опьянения. Составлен материал по статье 264, прим. 1, Уголовного кодекса Российской Федерации. Материал был собран и отправлен в органы дознания. Также был составлен административный протокол по статье 12.7, часть 2, так как он лишен права управления, направлен в суд. И судья вынесло решение административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Дальнейшее за управление транспортным средством повторно в состоянии опьянения суд уже примет решение.